всем здарова с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня хочу записать следующее видео по поводу заработка сдавать жилье на морях погонял я короче два месяца по россии грузии армении на машине естественно снимал квартиры хаты всякие разные с разными ценниками и всегда сталкивался с таким процессом что просто нет мест и вот пока я ездил постоянно удивлялся почему нет мест почему ну как бы люди еще не открывают те же отели не сдают домики просто нет мест реально все забито особенно если вы тормозите где-то ночью отличная тема очень много желающих пока мы искали жилье по пути с нами встречались большое количество машин которые вместе с нами заезжают и тоже спрашивают есть места говорят нет мест в общем спрос на это дело прям огромное особенно в период когда люди начинают путешествовать лето так вот плюс к этому я еще поизучала по краснодарскому краю чё почем хаты те квартиры и дома которые находятся близко к морю и а также пообщался с людьми которые сдают такие дома владельцы этих домов у кого мы жили я постоянно вот пытался выбить информацию так вот ребята очень классная штука если у вас есть возможность купить дом рядом с морем и сдавать это по комнатно сейчас кто-то скажет бы на что это такая новость так грандиозно недвижимость это всегда в цене и все такое да возможно это я не говорю чего-то там грандиозно новое но для тех людей кто хочет на это решиться например он может размышляет нужно это ему не нужно есть на это спрос или нету на это спрос большинство людей что делают они например живут в городах покупают квартиры обычные стандартные сдают там семьям студентам в месяц получает какую-то определенную сумму и все так вот на море дома стоит не дороже чем просто стандартно там в городах и и мне тоже казалось что да там на море возле ну типа где там отдыхают люди все такое будет стоить очень все дорого в итоге оказалось нет ребята не настолько все и плохо с этим планом я прошелся пробежался там где мы отдыхали посмотрел дома съездил даже ну вот открываете такая фигня короче есть несколько разных приложений регистрируетесь открываете показывает рядом в округе какие продаются дома посмотрел съездила уточнил есть например там дом за пять лямов гостевой дом есть и и рядышком еще построим большой дом на два хозяина имеется ввиду на сдавать две для две семьи летом вы приезжаете живете вот в этом главном доме небольшом и двете сдаете хаты и сдавать вот такую хату если в том месте где мы отдыхали стоит где-то две с половиной три тысячи рублей и очередь на это все делал так вот я посчитал две с половиной тысячи рублей за день 2 хаты сдавать это пятерка и за месяц соответственно 150 тысяч рублей дом этот стоил 5 миллионов 500 тысяч но там можно было поторговаться в итоге получается вы вкладываете если поторговаться грубо говоря там за пятерку сдавать в месяц получать 150 тысяч сезон там длится где-то четыре месяца все четыре месяца дом дома снимают хрен с ним пусть длится там три месяца но грубо говоря за сезон вы можете заработать там пятихатку 500 тысяч ну минимум 250 350 тысяч сделаете оттуда пусть уйдут какие-то расходы на всякие мелочевки там обеспечить в жильцам всякие постельное белье туалетная бумага и всякая там дребедень налоги какие-то заплатить а возможно и как-то и не заплатить не знаю тут уже как бы каждый решает сам что и как это все проворачивать так вот получается что вы отдыхаете едете при этом хата сдается отбиваете свое бабло и это недвижимость в принципе с каждым годом дорожает и у вас есть имущество отличная тема при этом я пробежался посмотрел стоимость вот этих домов рядом с морем и стоимость тех же например квартир в уфе в принципе одна и та же цена разница не такая большая но если сдавать здесь такой же дом или такую же квартиру то в месяц с хаты здесь получите но максимум там тысяч двадцать двадцать пять-тридцать от силы а там в месяц можно делать понимаете в несколько раз больше есть как свои плюсы так и свои минусы плюсы если вы покупаете квартиру рядом с собой где-нибудь издаете то это находится недалеко вы можете это контролировать как бы не отвлекаясь от своей жизни да а если убрать например я живу в уфе а взять где-нибудь в краснодарском крае да это все делал возле моря то придется ездить туда следить за этим домом сдавать заниматься сдачей ну я думаю что заняться сдачей квартиры сейчас не настолько это все сложно есть куча всяких социальных сетей и так далее если очень захотеть там можно сделать так чтобы очередь выстроиться вперед на все лето и уже будет все занято люди всегда отдыхали будут отдыхать даже в самых самых плохих там кризисных ситуациях если в стране например все хреново люди все равно будет отдыхать никуда не денутся вот и как какие-то деньги да вы всегда отобьете при этом если даже и не будет сдаваться хата но она у вас есть вы вложились и если что-то в государстве кризис деньги обесцениваются да ну хата она есть хата переждете она будет потом в любом случае стоит столько сколько она стоит так вот минус например этого процесса что например в моем случае если я далеко живу да дам за несколько тысяч километров то это нужно туда ехать есть туда не ехать то какого человека надо найти посадить чтобы этот человек занимался там этим домом в общем люди приезжают встречать людей полотенца всякие постельное белье стирка короче говоря люди приезжают и они чего-то хотят и вы должны как-то контактировать и чтобы люди уехали остались довольны на следующий сезон тоже приехали вот это единственный минус что вам нужно туда гонять все но если вы в принципе рядышком живете с краснодарским краем то это тоже отпадает это уже вообще не является минусом у кого мы снимали в одном месте там два друга взрослые люди они вдвоем скинулись купили возле моря территорию там несколько домиков пол сезона один друг сидит второй второй половину другой человек сидит и сдает как бы каждый по очереди и хорошие деньги зарабатывают вообще очень хорошие деньги за сезон они там рубят вообще бабла я тут поразмыслил блин тоже хорошая тема вот нужно как-то под накопить что-то может быть вероятно продать и попробовать вложиться в такое дело если кто-то например смотрит мой канал и уже занимается таким делом сдает в аренду квартиры дома на черном море да на побережье или вообще где-то я не знаю может не в россии буду очень рад послушать какие есть например нюансы по поводу каким как 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 бы система складывается по поводу налогов понятно как бы только вот многие сейчас можно напишут конечно в россии там можно что-то с налогами поделать но все-таки если официально как это происходит вот как вы это делаете как с какими нюансами встречаетесь вот так что ребята хотите вложить бабло если у вас есть деньги то вот вам хорошая тема но на эту тему конечно нужно решиться потому что вам нужно туда доехать найти хату но современном обществе настолько все уже продвинуто вот эта система продаж купли-продажи сейчас уже перевод денег все уже давно продвинуто с точки зрения как бы безопасности до что вы переведете вас кинут сейчас очень много известных риэлторских компаний сетевые какие-то компании которые по всей россии можно самому лично приехать с хозяином пообщаться я думаю что это проблем в принципе проблем не будет так что вам на размышления вот так вот можно рубануть денег есть еще один вариант например ну этот же но если у вас например нет детей да у вас есть какое-то имущество которое в принципе можно продать и на эти деньги купить день такое местечко территорию где есть домики какие-то или один большой дом где можно сдавать во время ну поняли кому можно все слить поехать купить там жить на море и сдавать спрос реально есть вот я бы не снимал это видео если бы не ездил не касался этого дела я всегда снимаю видосы если я лично этого касаюсь просто вот приезжаете и хрен вы найдете жилье прям сложность такая сложность говорят россии все плохо никто не едет отдыхать до хренушки там блин было такой поток туристов блина в россии это просто жесть огромное количество людей пляжи заполненные квартиры все сдаются так что с этим вообще проблем не возникает даже когда говорят что там кризис хреново людям по барабану я вот знаю много знакомых да как и у вас может быть и ты мой знакомые люди говорят что все плохо денег нет вот помираем а тут хренак с фотографии они на мальдивах они нам на черном море где-то отдыхают на отдых люди всегда выделяют деньги так что когда люди жалуются что все плохо не всегда все плохо так что все в порядке большинство людей в этой жизни все в порядке просто люди такие существа которые любят всегда плакать что все всегда плохо на всякий пожарный поплачут чтобы никто не завидовал никто не узнал и так далее вот но я не такой чувак как бы я никогда не ною по поводу что у меня чего-то нет ну если даже у меня нет ну и как бы хрен с ним организую как-нибудь пишите что вы об этом думаете